Денис Попович, с нами на связи, военный обозреватель. Денис, здравствуйте, рады вам в эфире «Фридом». Доброе утро. Доброе утро, взаимно. Вот, в свою очередь, разрушение данной ракеты, неудачное испытание. О чем это говорит? Вот такой простой, банальный вопрос, но очень разносторонний. Спешка при разработке, введении в эксплуатацию, она взята уже на боевую дежурность официально. Это, во-первых. Во-вторых, здесь речь идет о существенном, скажем, имиджевом уроне, который сейчас пал и на плечи ракетно-строителей российских, и на вообще общий имидж России как государства, кедренного государства, и такого государства, которое способно разрабатывать подобного рода ракетные комплексы. Этот ракетный комплекс, он разрабатывался на замену ракетному комплексу «Воевода», он же «Сатана» известный, очень ракетный комплекс, который, в свою очередь, разрабатывался в Днепропетровске, тогда, что Днепропетровск, город назывался сейчас Днепр, на КБ «Южный». То есть Российская Федерация заявляла в «Сармат» как такую ракетную комплекс, которая должна избавить ее от украинской зависимости, от эксплуатации и обслуживания ракетного комплекса «Воевода», он же «Сатана», который считался основным ракетным комплексом для ядерно-тряды Российской Федерации, то есть межконектарных баллистических ракет. А если говорить, скажем так, о статистике вот этой некой четвертый раз, неудачное испытание, насколько это, скажем так, характерно для данного вида вооружений? Здесь нет речи о характерности или какой-то, скажем так, тенденции или какой-то статистике. Дело в том, что я почему и сказал, что имело место в спешке. Этот ракетный комплекс «Сармат», если вы припоминаете, были мультики Путина, по-моему, в 2018 году. Во время обращения к федеральному собранию Путин хвастался о том, что Российская Федерация разрабатывает новейший тип ракет и гиперезаполевых вооружений, которые будут неуязвимы для системы ПРО. Прежде всего, это был месседж в сторону США. И «Сармат» фигурировал среди них. Да, то есть, как система, которая будет скоро принята на вооружение в то время и создав дополнительные угрозы для противоракетной обороны и вообще для объектов на территории США. Четыре пуска неудачные. Ну, это ни о чем, по той простой причине, что дальше нужно было просто продолжать очевидное испытание для того, чтобы доводить. Четыре пуска будут неудачными, десять будут неудачными. Просто нужно было перевести эту систему в порядок, устроить недостатки и сделать побольше испытаний. Не спешить в угоду Путина, Путину ввести поскорее на вооружение для того, чтобы испугать западные страны и США и получить пиар-эффекты. А просто последовательно заниматься ее испытаниями. Ну, было бы 15 удачных пусков, да, то есть ввели бы эту ракету на вооружение, но ввели бы ее через несколько лет, но не сейчас. Поэтому здесь речь идет просто о спешке и речь идет просто о желании угодить Путина для того, чтобы поскорее ввести эту ракету на вооружение и получить пиар-эффект. Но вместо пиар-эффекта получили имиджи удара. Говоря, не первый раз же уже подобная ситуация. Возьмем, например, да, те же ракеты-кинжалы, их долго называли такими, которые не поддаются выявлениям избитию противовоздушной обороны, увидели, что прекрасно они разбиваются. Также ракета Циркон очень долго тоже Российская Федерация не рассказывала, что это какая-то новая уникальная разработка. Тем не менее, уже видели применение этих ракет и тоже, скажем так, ожидания реальность тут и не совпадают. Насколько вот эта вот ситуация касается и Сармата, либо может касаться? Ситуация Сармата касается непосредственно. И на самом деле это не новая разработка. То есть Российская Федерация посетили то, как совершенно новую разработку, как некое ноу-хау, на самом деле это разработка 60-х годов. Был такой ракетный комплекс, который назывался Р-36 Орб, да, то есть он был основан на принципе орбитальной бомбардировки. То есть выходит ракета на низкую орбиту, ракета-носитель, и начинает выпускать блоки, оснащенные ядерными боеголовками, которые по непредсказуемой территории начинают искать цели на земле, на поверхности планеты. Этот ракетный комплекс был поставлен на вооружение, он находился на боевом дежурстве. И, кстати, он тоже был разработан тогда, в Типометровске, то есть на КБ Южной. Сейчас город называется Днепр, но еще раз хочу оправиться, да, то есть сделать такой оговор. И на таком же принципе был основан и РС-28 Сарма. То есть просто подняли старые документы, возродили этот принцип, а Р-36 Орб был снят с боевого дежурства в рамках ядерного разрушения между СССР и США. То Российская Федерация просто подняли эти старые планы и заново их реализовали в виде ракетного комплекса Сарма. То же самое, капитальная бодировка такой же, ну не такой же, а ракета-носитель, которая выводит боевые блоки на низкую орбиту, и потом начинает их, грубо говоря, он их разбрасывает по целям, которые были обозначены на поверхности планеты. Да, действительно он способен лететь по непредсказуемой территории на киперсоковую скорость, развивать киперсоковую скорость, да, то есть и заявлено, что они еще могут им маневрировать. Вот, в общем-то, и все. То есть, опять-таки, старый принцип, ничего нового в нем нет. Можно его сбить или нельзя, показала бы практика, да, то есть практики, к счастью, нет, да, то есть ядерная война началась. Но снова-таки мы видим, что Российская Федерация любит задавать желаемое за действительность. Тут же еще один интересный момент. Вот, читая как раз характеристики данной ракеты РС-28, спросим. И как показывает практика, она же колоссальных денег стоит. А ни для кого не секрет, что все эти ракетные разработки идут с кошельков обычных российских налогоплательщиков. Какие тут финансовые убытки в свою очередь? Ну, давайте мы деньги считать не будем. То есть, на самом деле, они исклонны тратить деньги на войну, а не на развитие своей страны. Но это их личное дело. Вообще, ядерное оружие – это штука недешевая и очень даже дорогая. Ядерные разработки – это очень дорогая штука. И государство, которое хочет считать себя членом ядерного клуба, должно платить за это большие деньги. Российская Федерация готова платить за это деньги, вынимая их из карманов многоплательщиков и жертвуя тем самым собственным имиджем и развитием своей страны. Грубо говоря, это их дело. То есть, я бы призвал деньги не щекать. Хотя об инфраструктуре, о том, что, собственно говоря, обслуживала вот эти ракеты, этот взрыв, он повлиял в том числе на космодром, на этот, на шахты, какова там может быть ситуация? И где вообще эти ракеты расположены? Насколько это все, скажем. Это повлиял, безусловно, да. То есть, мы видели спутниковые стимпти, где то и после. То есть, после образовался огромный краб. Очевидно, ракета взорвалась в пусковой установке, ее необходимо будет или же ремонтировать или же делать новую шипу для того, чтобы далее запускать ракеты, да. То есть, по крайней мере, нужно, наверное, извлечь то, что осталось от той ракеты из Г-шахты. Она же не покинула пусковую установку. Поэтому, как минимум, нужно ее туда извлечь. Это дополнительные затраты и дополнительные проблемы. То есть, ну, очевидно, Российская Федерация готова за это владеть. Однозначно, на сегодняшний день мы знаем о том, что ракеты воевода слэш-сатана, они сняты с обслуживания в Днепре по причине вторжения Российской Федерации на территорию Украины. То есть, в 14-м году. То есть, на сегодняшний день этот основной элемент части ядерного отряда Российской Федерации, то есть, шахты пускового установка, не обслуживается, укрыть специалистами. Срок эксплуатации этих комплексов подходит к концу. Если Сармат не будет введен вооружение, на вооружение не будет приведен, ну, введен вооружение, но не будет приведен в порядок и не получит такую возможность нормально эксплуатироваться, то тогда Российская Федерация может потерять существенную часть своих ядерных арсеналов. Ну и вообще эта история с Сарматом, с испытанием, она ставит под сомнение возможности Российской Федерации, испытывать эти ракеты, производить или вообще ставит под сомнение фактическую готовность к ядерным арсеналам к использованию. Еще я правильно понимаю, что Путин в последнее время очень часто идет к ядерному шантажу и постоянно посылает какие-то информационные, как минимум, угрозы. И данная авария, будем называть ее так, данный взрыв ракеты Сармат, неудачный ее пуск, это же еще в свою очередь и репутационный удар по Путину, по его верхушке, особенно что касается ядерных угроз. Ну да, я об этом все время говорил, то есть авария Сармат это очень серьезный имиджевый удар. Как я уже сказал выше, это ставит под сомнение вообще возможности Российской Федерации разрабатывать эффективные и подобного рода ракетные комплексы, очень дорогие, очень затратные, то есть очень энергоемкие и трудоемкие. И наносит очень серьезный имиджевый удар вообще по репутации и лично Владимира Путина, который активно рекламировал именно эту систему и российского государства. С другой стороны, я так понимаю, что еще ракеты у Российской Федерации есть, и есть еще шахты, из которых теоретически можно запустить, поэтому эта угроза, она сохраняется сейчас? То есть я так понимаю, ведь эти испытания, это тоже был политический сигнал для партнеров Украины? Ну да, безусловно, то есть это не одна шахта. Я же еще раз повторяю, у них есть баллистические ракеты и мобильные, там Тополь, Ярск, это тоже баллистика, которая может быть запущена по целям, в том числе на территории Соединенных Штатов Амирии. У них есть ядерные ракеты на подводных лодках, то есть это еще один элемент ядерной триады. Мы знаем о том, что ядерная триада включает воздушную компоненту, морскую компоненту в виде подводных лодок или ракеты подводных лодок и наземную компоненту, то есть это и ракеты шахтного базирования, в том числе Сармат и воеводы, но это ракеты мобильные. Вот сейчас мы видим как раз один из таких примеров. То есть потенциал эсклероза сохраняется, и когда мы говорим, что авария с Сарматом ставит под сомнение, это не означает, что он полностью нивелирован и полностью он нужен просто счету. Мы просто пока ставим под сомнение. Но мы не знаем на самом деле, какая часть этого арсенала готова к использованию. И, честно говоря, не хотелось бы этого узнать. Но пока на сегодняшний день есть угрозы, есть помахивание, скажем так, этой дубины, но нет желания использовать ее на самом деле. Да, Денис, большое спасибо за то, что к нам присоединились. Денис Попович, военнообозреватель, напомню, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.